Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые председатели. Тут, скорее всего, доклад будет о эволюции, моей эволюции в лечении, хирургическом лечении отитов. Ну, самое простое, значит, какие возможны операции, тимпанопластика, милингопластика и так далее, метапластика, станирующая операция на ухе. Какие цели мы преследуем? Это, во-первых, восстановить барабанную перепонку, станировать обязательно, одномоментно с этим, среднее ухо и сохранить, а лучше еще восстановить связь между средним и внутренним ухом. Мы все помним классификацию Уильштейна, предложенную в конце 60-х годов. По-простому, если это... Все зависит от сохранности цепи слуховых косточек. Если слуховые косточки сохранены, то это первый тип. Соответственно, если теряется молоточек, это второй тип. В зависимости от того, какой мы используем протез, либо в виде самого стримичка, либо частичных, либо полных имплантов, это будет уже 34-й тип. При выборе тимпанопластики, на что должен обращать хирург? Это, самое главное, обеспечить обзор себе операционного поля. Если мы не видим то, что мы оперируем, а это было видно сейчас хорошо на демонстрации операций, соответственно, получается и 3, и 4, и 5 операций до тех пор, пока, наконец, не придет хирург, который все откроет, обеспечив себе хороший обзор. Какой выбираем мы лоскут, как мы его укладываем, под барабанную перепонку, либо над барабанную перепонку. Опять же, необходимо ли сценирующее вмешательство, и это все можно совмещать. И как надо восстанавливать цепь слуховых косточек. Большое значение в патологии имеет наличие холистотома. Это, конечно, большой бич, и тут уже операция гораздо усложняется. Если обычная там тимпанопластика, ну, милингопластика идет около часа, то тут может быть и до 3 часов доходить. Сейчас самое интересное, что мы уже и простые перфорации, небольшие, все равно я освежаю молоточек, открывая его, чтобы уложить под молоточек свою фасцию, а переднюю часть уложить на осадки тимпанального кольца. Меня учили в Лор-институте оперировать трансканально, то есть в сухой проход вставляется ушная воронка, и одной рукой вы удерживаете эту воронку, а второй рукой вы все делаете. И освежаете края барабанной перепонки, и разрез делаете циркулярный, и ослаиваете кожу, и укладываете этот лоск, в конце концов, под барабанную перепонку, все через воронку. Затем я научился делать эндоуральные разрезы по гейерману, когда вы вставляете ранорасширители, распахиваете себе сухой проход, тем самым вы обеспечиваете работу себе двумя руками. У вас уже в одной руке отсос, в другой руке инструмент. Ну и конечно, когда я научился делать заушный разрез, то я уже не могу от него отказаться. Разрез за ухом, откидывание вперед барабанной ушной раковины, отсепоровка кожи. И если надо, мы спилим и заднюю стенку, мы спилим и переднюю стенку, с тем, чтобы нам хорошо визуализировать темпанальное кольцо. А если его нет, то создать его. Тем самым мы гарантированно добиваемся хорошего результата. Ну вот показан эндоуральный разрез. Он даже можно немножко попроще делать между завитком и козелком. Этого будет достаточно, как при стопедопластике. Но заушный разрез, конечно, он кажется большим, страшным, травмирующим. Но вы убиваете много зайцев. Вы выходите на сосевидный отросток. Вы хорошо обозреваете остатки барабанной перепонки. Какие виды лоскутов? Конечно же, мы остановились уже сейчас только на височной фасции. Если надо, мы используем и хрячка-зелка, или хрячушную раковину, и, соответственно, перихондрий с них. Опять же, какую выбрать технику? Анделей под барабанную перепонку, либо на остатки барабанной перепонки, на темпанальное кольцо. Мы сейчас остановились только на латеральной технике. Это гарантированно. Опять же, вы видите, куда вы укладываете лоскут свой, что он у вас фиксирован к темпанальному кольцу, что его можно прижать и коже сухого прохода, и гемостатической губкой, то есть удержать его на месте. Когда вы кладете под барабанную перепонку, да, вы задние отделы увидите, как они прижимаются у вас, но вы не увидите, куда, как попадает, как укладывается передний отдел вашего лоскута. Ну, какие этапы? Это, опять же, достижение адекватной визуализации. Мы готовим барабанную перепонку, это при любом способе укладки лоскута. Устанавливаем лоскут и фиксируем лоскут. Медиальная техника. Она очень простая, и с нее легко начинать обучаться темпанопластикам. Дает быстрое время заживления. При хорошей тренировке вы можете достичь больших успехов в успехах. Какие недостатки? Самое главное – это риск смещения этого лоскута. Передний отдел лоскута у вас не фиксируется ни к чему. Конечно, предложены разные способы. И укладывание губок в барабанную полость, чтобы поддержать снизу, прилепить ваш лоскут к темпанальному кольцу. И сделать отверстие в остатках барабанной перепонки, чтобы через эти отверстия протянуть ваш лоскут такими узелками. Но вы не можете фиксировать, не можете плотно уложить ваш лоскут гарантированно под это кольцо. Этапы, даже если вы делаете наркоз, а мы всегда делаем наркоз, то мы всегда предпочитаем делать и дополнительную анестезию местную. Этапы показаны, как перфорируется амазолилый край, снимается этот амазолилый край. Если не надо будет, обязательно надо спилить навес передней стенки. При медиальной технике вы поднимаете темпанальное кольцо вместе с барабанной перепонкой и откидываете кпереди. И сюда укладываете лоскут. Вот задний отдел лоскута у вас хорошо ляжет на кость. А куда ляжет передний отдел? Как вы гарантированно прижмете вот к этому колечку, например? Поэтому выбор за латеральной техникой. Это все этапы проверка цепи слуховых косточек, тампанада барабанной полости. Вот сюда укладывается губка, с тем, чтобы как-то положить на эту губку лоскут, чтобы он прижался к остаткам темпанального кольца, передней стенки. Наилучшая визуализация только при латеральной технике. Подходит при любом случае. Вы тут же можете санировать ухо и перейти на радикальную операцию или антромосеодотомию, какую хотите. Высокий успех, процент успеха. Единственное, что недостатки, это, конечно, длительное заживление. Иногда больные ограничиваются не одним, двумя месяцами, а тремя месяцами заживления. Но это уже задача ваша, как довести пациента до логического завершения. Возможно, развитие эпиделиальных кист, жемчужин, это в том случае, если вы не совсем тщательно отсепаровали остатки эпидермиса с барабанной перепонки либо с стенки сухого прохода, с костной стенки. Ну, она, конечно, более сложна для хирурга. Но, научившись этой технике, вы никогда от нее не откажетесь. Ни на что ее не применяете. Ну, разрез. Это этапы показаны латеральной технике. Обязательно вы разрезаете кожу сухого прохода, чтобы вам обозревать барабанную перепонку. Вы затем делаете дополнительные разрезы снизу, сверху, чтобы вам легче было обойти барабанное кольцо спереди. Некоторые хирурги предпочитают выкраивать такой свободный лоскут кожный и удалять его, а затем при завершении операции на место устанавливать его. Вот тут показаны, как берется фасция поэтапно. Опять же, из одного разреза. Не надо дополнительный разрез сделать, если вы делаете эндауральный разрез. Большое поле обозреваете вы, сосовидный отросток вам виден всегда. Если надо будет, вы истончаете переднюю стенку сухого прохода. Ну, так, техника так называемая микки-мауса, когда вы выпиливаете боковые ушки, а потом соединяете в одну линию эту стенку. Но если вы идете и используете алмазный бор, даже если вы нарушите целостность передней стенки, ну, в крайнем случае вы достигнете суставной поверхности, суставной сумки, и вы всегда можете остановиться без всяких последствий. Видность есть, что предшествовало тимпанопластике, решил доктор сделать санирующую операцию. Вот задняя стенка сухого прохода. Видно, все через один разрез. Вот видно передняя стенка, задняя стенка сухого прохода. И вот окончание операции. Единственное, здесь, что показано, что лоскут уложили на молоточек. Желательно всегда укладывать лоскут под молоточек. С тем, чтобы не было у вас латерализации лоскута. когда лоскут уложен под молоточек, а еще если он прикрыт остатками кожи сухого прохода, который вы аккуратно сепаровываете, то проблем со смещением лоскута никуда у вас не будет. Единственное, что при этой технике необходимо я использую влажную фасцию, не сухую, как Генн Хасаб показал на своей операции. Раньше мы тоже увлекались высушенной фасцией. Да, нам казалось, что она удобно укладывается, но ее трудно подводить под молоточек такой сухой. тем не менее, в данном случае лоскут уложен, уложена кожа вокруг этого лоскута. На схеме показано, как свободный лоскут уложен. Здесь показано, что лоскут подведен под молоточек. И вот уже завершение операции. Если у нас молоточек очень сильно прижимается к медиальной стенке, мы иногда отрезаем участок кончик рукоятки молоточка с тем, чтобы он был повыше, чтобы не было риска образования рубцов спайк с барабанной полостью. Если же молоточка нет, это другая проблема. Тут тогда мы должны свой лоскут так выкроить, чтобы был язычок, который мы подведем под темпанальное кольцо. Ну, это завершение элитеральной техники, фиксация гемостатическими губками. Мы убираем на вторую неделю начинаем убирать. И вот какие осложнения ждут хирурга, который начинает. Это сглаживание лоскута, образование рубцов между передней стенкой и самим лоскутом. Это ухудшает, конечно, звук проведения. Как избежать этого? Шире открывайте переднюю стенку. Более вертикально ее делайте, чтобы здесь был не острый угол, а более тупой. И латерализация лоскута, это когда он отрывается от молоточка, либо от косочек, либо от вашего протеза и смещается к наружу латерально. Вот избежать этого можно только либо под остатки молоточка положить его, либо хорошо прижать остатками кожи сухого прохода, который у вас вы отсепоровывали до тимпанального кольца. Параллельно вы делаете станирующие операции, если необходимо, и мы сейчас остановились, пришли в итоге к радикальной операции, если необходимо, при холесотомах, без сохранения задней стенки сухого прохода. К сожалению, у нас было несколько случаев, когда были рецидивы холесотом, это было очень печально, и мы это связали с тем, что мы старались сохранить заднюю стенку, а сохраняя ее, вы заведомо себе нарушаете обзор барабанной полости. Теперь мы идем, сносим заднюю стенку, идем через адитус, идем по штаке за слезо холесотомой, и в этом случае, вы всегда можете остановиться, как только вы дошли до купола холесотомы, вы прекратили сверлить соседей на отросток, и все, и у вас получается небольшая, аккуратная, маленькая полость, практически уже и не радикальная. Ну, тут для начинающих врачей какие правила сверления есть, что не оказывает давление на кость, максимальное количество оборотов, плавные, долгие движения, максимальный размер бора всегда использовать, параллельно анатомическим структурам опасным, опора кистей, хорошая посадка врача, и так далее, и держать сверло, как пишущую ручку, то же самое держать и отсос, как пишущую ручку, так, более тонко вы чувствуете инструмент, и вы не давите набор, невозможно в таком положении давить набор сильно, вы избежать ошибок, ну и конечно нужно хорошее знание анатомии, и вы всегда должны ориентироваться, и в первую очередь, вы должны максимально быстро найти лицевой нерв, это задача номер один у любого хирурга, пока вы не нашли лицевой нерв, вы не можете активно там шуровать в барабанной полости, сносить стенку сухого прохода, заднюю стенку, без риска повреждения лицевого нерва, вот как только вы вышли на лицевой нерв, тогда все, вы уже сделали операцию, невозможно потом принимать объяснение от врача, который повредил лицевой нерв, что вы знаете, даже и не понимаю на каком уровне я его повредил, потому что я его не видел, его не было в поле операционном, вот этого не должно быть, итак, выводы, знания анатомии, хороший обзор операционного поля, который дает заушный разрез, и хорошее рассверливание, расширение слухового прохода, и передние стенки снятия, и задние стенки снятия, с тем, чтобы вы видели барабанную перепонку, остатки этой барабанной перепонки, где она кончается, где начинается, тогда будет все у вас удачно, ну и соответственно анатомические вентиры тут же находите, и технику сверления используйте. Спасибо.